Книга «Открытым оком», вопрос 35, тема «Обращение ко Христу». «Многие из моих знакомых говорят, что пока они молодые, им некогда ходить в церковь, а когда будут старые, тогда и будут ходить. Что им сказать по этому поводу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У доктора Сперджина, которого называли королем проповедников, один студент спросил, сколько времени необходимо для покаяния. Он ответил ему, думаю, что достаточно и пяти минут. Вопрошавший радостно повернулся к выходу, но Чарльз спросил его, а когда вы умрете, молодой человек? «Не могу знать, господин профессор, но мне только восемнадцать лет, а моя мать умерла в тридцать пять. У меня еще достаточно времени, чтобы погулять. Поспешите, иначе пяти минут может у вас не быть». Ваши знакомые говорят так, как будто жизнь и ее продолжительность принадлежат им, а не Богу. Деяния апостолов, 17 глава, 25 стих. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих. «Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Ины умерли, не родившись, ины внезапно. Оттуда возврата нет. Так рисковать может только совсем безумный человек, да и по совести ли, приносить любимому то, что уже никому не нужно. Ветхость болезни. Послание евреям, 3 глава, 15 стих. Есть поучительный рассказ о том, как дьявол держал совет, каким образом погубить всех людей. Злые духи говорили один так, другой иначе. Один предлагал нажимать на атеизм, на научный марксизм, доказывать, что человек – это безъянный, и Бога нет. Князь тьмы одобрил предложение, но внес поправку. Люди будут изучать видимый мир, его красоту, целесообразность и познают Творца. Послание риблианам, 1 глава, 19-20 стихи. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явился им. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассмотрение Творений видимы, так что они безответны. Другой дух лжи предложил. Раз люди все равно найдут Бога, скрывать нечего, нужно об этом говорить. Но рассеять всюду учения о том, что никто не может познать Бога, что Бог скрыл себя. А Библия – это археологическая находка, как свидетельство глупости более ранних поколений. Дьявол подтвердил, что это более мудро, но и в этом предложении есть изъян. Надутся фанатики, будут издавать Библию, печатать, начитывать на пленке. И люди, сравнивая написанное в Библии с жизнью, увидят, что она действительно Слово Божие. Нужно придумать что-то такое, что было бы окончательно, фактически железно. И один юркий бесенок попросил слова. «Я буду говорить, что Бог есть, и Библия от Бога, и что нужно покаяться. Но...» Ему не дали договорить остальные бесы, едва они растерзали его. Саправтинник взял его на руки и сказал, «Умолкните, я чувствую, у него что-то есть, говори». И он начал. «Всем людям я буду говорить то же, что в Библии, но добавлять всего лишь несколько слов. Не сегодня, а завтра». И эту фразу будут повторять и завтра, и дополнять всякими ссылками на возраст, положение. Потому что Бог говорил «ныне», а я буду говорить «завтра». Враг душ человеческих наложил резолюцию. Так действовать всегда. И вы погубите весь мир. И они будут в ладу проклятые человеки. Ваши знакомые поют под эту дудку. Они избрали свой путь. Они знают, где им быть. И это навечно. Отойдите от них, чтобы вас не постигло тоже.